Всем привет! Меня зовут Анастасия Запрометова и сегодня в своем видео я вам хочу рассказать о своих любимых местах Санкт-Петербурга. Петербург это невероятный город. Он сочетает в себе архитектуру, величественную стройную, которая вызывает восхищение и в то же время маленькие уютные улочки, которые наполнены своей романтической атмосферой. И я покажу и те места, которые вы все знаете, возможно вы увидите какие-то новые места, которые вы ранее и не замечали, потому что Петербург дает себе много загадок, стоит свернуть с намеченной тропы и ты узнаешь какие-то новые интересные места. Начать я хочу с места, которое вы все наверняка знаете. Ни один гость города не может пройти мимо этого потрясающего места. Это Дворцовая площадь и Зимний дворец. Бывав в Питере, вы обязательно должны посетить это место. Ничто не может сравниться с этой величественностью и торжественностью. А поход в Эрмитаж поразит вас богатством интерьеров и произведений искусства. Я уверена, что это место никогда никого не оставит равнодушным. И это самое сердце города, откуда мы и начнем наше движение в более уединенное место. От шумного центра мы направимся к Васильевскому острову. Здесь много тихих маленьких уютных улочек, где вы сможете затеряться и найти очень много интересных зданий. Например, уютная пешеходная улочка с большим количеством маленьких уютных кафе и ресторанов. Деревья высаженные вдоль этой улицы придают ей особый уют. Если вы ищете какие-нибудь необычные подарки для своих друзей, вы можете зайти в очень милый магазин Лилка, где продаются констовары очень милые, яркие и разнообразные на любой вкус, а также другие милые мелочи. Недалеко от пешеходной улицы вы можете найти одну из самых узких улочек Петербурга. И если вы будете находиться в самом начале этой улицы, вы увидите, что дома буквально смыкаются у вас над головой. И здесь можно сделать очень много интересных фотографий. Теперь же я хочу вас подвести к самой удивительной площади. Сакиевский собор предстает на этой площади во всей красе. И надеюсь, вы уже готовы познакомиться с молодежной жизнью города. И я считаю, что улица Горохова это воплощение активного и творческого характера молодежи Санкт-Петербурга. На Горохово очень много красивых исторических зданий. Особенно меня вдохновляет универмагу Красного моста, воплощение модерна. На Горохово вы точно отлично проведете время. Вы можете наслаждаться безумно красивой архитектурой, сделать море великолепных фотографий. Здесь есть очень стильные магазины, а также вкусная еда. А теперь хочу немного рассказать вам об интересных магазинах Санкт-Петербурга. Таких, например, как Дом книги, ДЛТ и магазин Елисеевский. Удивляю тем, что, например, в Доме книги вы можете найти очень интересные книги и редкие. Если вы ищете что-то более эксклюзивное, то предлагаю вам отправиться в подписные издания. ДЛТ это просто очень красивый большой магазин, где расположено большое количество модных бутиков. На самом деле это эстетическое наслаждение ходить по таким магазинам. Магазин Елисеевский. Я была влюблена с первого взгляда. Это настоящее предцветание модерна. Когда ты заходишь внутрь, ты понимаешь, что ты очутился в другом мире. Везде прекрасные цветы из стекла и металла. Посередине магазина огромная пальма. Это очень красивое и вдохновляющее место. Если вы настоящий любитель кино, то рекомендую вам обязательно заглянуть в Дом кино. Здесь вы найдете авторское кино на любой вкус. Кинотеатр Дом кино всегда показывает какие-то эксклюзивные фильмы, которые, возможно, вы бы нигде даже не смогли посмотреть. Показывают фильмы с субтитрами. И я думаю, вас приятно удивит историческое издание, в котором вы будете смотреть кино. На самом деле, когда так смотришь кино, каждый поход становится настоящим событием, как поход в театр, например. Я думаю, что вы уже проголодались, и я спешу вам рассказать о великолепных пекарнях Петербурга. Где бы вы ни были в Петербурге, вы всегда почувствуете этот манящий сладковатый запах хлеба, который будет доноситься той с той пекарней, той с другой. В Петербурге очень много вкусной выпечки, поэтому вы обязательно должны что-нибудь попробовать. Ну и, конечно же, если вам хочется поужинать или зайти в какой-нибудь ресторан, то в Питере тоже безумное количество интереснейших мест, заведения, которые достойны внимания, не только благодаря вкусной еде, но и атмосфере, отношению к клиентам, подходу к интерьеру. В общем, это все не может не радовать, и, конечно, такие места запоминаются. И напоследок хочу рассказать вам об арт-пространствах, куда очень интересно будет сходить, я думаю. Такие места всегда отличаются особой, уединенной атмосферой. Ты заходишь, попадаешь в другой мир, будто бы ты и не был, например, в Петербурге, а тут раз ты и на Гавайях. Или, например, совершенно уединенные закрытые улочки, которые посвящены моде, где много очень красивых, уникальных магазинов одежды. Вот и все места, о которых я вам хотела сегодня рассказать. Сколько бы ты не ходил по Петербургу, сколько бы ты не изучал этот город, ты всегда находишь что-то новое, и у тебя появляются еще и еще новые места. Поэтому я очень советую вам приезжать в этот город. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что из этого видео вы узнали какие-то новые интересные места для себя. Или, может быть, заново открыли те места, которые вы уже знаете, новыми глазами на них посмотрели. Буду рада снова видеть вас на своем канале. Всех целую. Всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok